Микс Ньюс Гостя Гунт из Бойерс Наш коллега, журналист Редактор службы Главный редактор службы новостей Латвийского телевидения, здравствуйте Доброе утро Недавно вас наградили наградой Редактор года Рижской школы экономики За Испания Менс Да, да, да Вы рады? Латвийский журнал ист-ассоциаций Рады этой награде? Ну, если честно, тогда Мы каждый год Получаем что-то Тут вас наградили Конечно, я рад Но более Радуюсь, когда Йоги на улице Узнают? Узнают это Но не всегда этому я рад Что узнают И не везде Но когда Ну, подходят и говорят Что спасибо Что вот такой у нас есть А бывает За что? За запрещенный прием Или за что? За все И за все И за запрещенный Все-таки, мне кажется Вот этот запрещенный прием Программа Она наиболее такая популярная И у людей Тоже вызывает такие чувства Вы вот думали Почему именно запрещенный прием Такое отношение вызывает? Это же по сути Такая довольно низкая Запрещенный Низкий жанр Да, провокация Подслушивание Проникновение В дата Но это Почему людям так нравится смотреть Что вот как других Раздевают рядом Унижают Там Вешают Не, ну как Ну, запрещенный прием Это Я бы не сказал Что он Но он по методам Можно Ну, давай считать Он низкий Но у нас Мы же делаем темы Которые более Ну, такие важные Темы Для общества Поэтому Если бы Были такими Ну, как вы сказали Низкий Уровень Тогда Я думаю Что люди Сразу понимают Что Чего делается И Мы решаем Ну, скажем так Большие проблемы Да С такими методами Иногда Потому что Иногда Другие методы Которые До этого были Но Не дают результаты Да А есть методы Которые уже дают Результаты Например Цель обрадует Средства Тогда получается Да Потому что У нас Ну, сколько уже Дело с темой Детские дома Что у нас там Двадцать лет Уже Есть и есть Каждое правительство Приходит Давай будем Иквидировать Не надо таких И так далее Ну, говорили 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 Да Потом мы Поработали Один месяц В детском доме Да Показая Как там все происходит Как там Обращаются С младенцами Все уже Через годы Ну, уже Проблема Я бы сказал Третья уже Решилась Так что Иногда Вот Да Те средства Когда мы Показываем Ну, такой Ну, фотограф В зуме Да Таком Это уже Что-то решается Да Потому что До этого Иногда Все кажется Такой абстрактно Если говорить там Про зарплату В конвертах Где-то они есть Да Тоже такое Абстрактное Мы начали показывать Как Как это Происходит В жизни Да Вот Вот такие Как деньги Все увидели Деньги Ну Реальные Да И кому Вы сделали Хорошо После этого Государственному Путчету А вы верите Что статья Может изменить мир Улучшить Улучшить Может Ну, это Относительно Что говорит Что Это уже Такой Философический Вопрос Улучшить Не улучшить Да Ну Развитие Тоже Такой Философический Вопрос В каком Направлении Мы тут Все так Развиваемся Да Надо и Развивать Технологии И так далее Так что Это все так Относительно Но Конечно Мы Как журналисты Как передача Как передача Должны Сидеть За Законами В Латвии Да Чтобы Они все Были Если есть закон Тогда Ибо Ибо Если этот закон Неправильный Тогда мы Что-то делаем Чтобы он Был правильный Чтобы Общество Поняло Почему Такой закон Есть И Если Он правильный Тогда Мы бы хотели Чтобы этого Закона Собью Да И тогда Уже все А на каких Приемах Вот этих Запретных Вы себя Максимально Растратили Ну Совесть Там Такие критерии Я стараюсь Не растрачивать Свою совесть Не у меня Мне кажется Ну Сколько уже Журналистов Студентов Писали Вот Всякие Бакаларии Работы Работы Магистров Насчет Тема Этика Запрещенного Приема Поэтому Когда мы Я перед этим Уже В Дене Работал Я там Тоже Занимался Всякими Экспериментами И так далее И там Всегда Когда мы Что-то Опубликовали Ну Была Такая Дискуссия Этично Не этично И за этим Не всегда Ну Они Ну Все там Не всегда Увидели Проблемы Поэтому Когда я Мне этот Жанр Нравился И Поэтому Когда я Ну Выбор делал Когда я В телевидении Уже делал Что-то Да Я именно Поэтому Назвал Эту передачу Запрещенный Прием Чтобы все Уже поняли Это все Запрещено Да Но это Провокативно Но Это тоже Ну Издалека Ну Кажется Что там Все провокативно Иногда Мы У нас Просто Передача Просто Дискуссия Просто Репортаж Ну а Лично Лично Пойти в церковь И помолиться После программы Были такие моменты Нет Нет Это 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 Профессиональный Там Цинизм Это Защита Что это 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 То Что у меня Есть аргументы Почему я Все это делаю В микрофон Чудей Да Поэтому У меня Я не делаю У меня нет Скажем так Личного Интереса Ну Я профессионал Я уже в журналистике 20 лет Я знаю Из-за чего я это все делаю Я знаю Что да Есть вот эти все хирурги Тоже такие Вроде Плохие Вроде делают Операции Всякие Да Вырезают Что-то Ну Такое Ну Иногда Вы себя сравниваете Да Иногда против Ну Закон После операции Куря Это шутит Против Да Что Йодям становится Легче 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 Да Ну Не всем Есть плохие Ну И у вас Не всем Получается Не всегда Но Скажем так Да Это самое главное Что я У меня нету Я всем С кем И кого-то Я раскрыл Я могу смотреть В глаза Я могу Быть ситуации Когда Проходит Какое-то время Да Они Говори Все Я с тобой Не буду Общаться Разговаривать Здороваться Да Ну Почти А потом Они как-то Понимают Для чего Я Зла Ни на кого Не держу Я стараюсь Чтобы Никто не держал Зла На меня Просто Я делаю Свою работу Была такая Реклама Помню Хорошо Ну вот Запрещенный Прием Вообще Он есть В жизни Запрещенный Прием Для вас В жизни Что вы Никогда бы Не применили То есть Этот прием Который вы Применяете Вы его Применяете Он уже Не запрещенный Получается То есть Он все-таки Есть А для вас Запрещенный Прием Я По отношению К людям Запрещенный Прием Для вас Я никогда Не передаю Людей Я никогда Я стараюсь То что я Обещал Вот Пришел В 9 Обещал 8.59 Я посмотрел На часы Восхитилась Так что Я стараюсь Да Всегда Быть Ну такие Ну скажем так Классические Ценности Ну вот За запрещенный Прием За телевидение Да Говоря Вам аплодируют Дают награды А вот Когда президент Делает то же самое У памятника Свобода Его осуждают Ну это я имею Ввиду Последнюю речь Где он Вызвал Там Дискуссию В Твиттере Ну критиковать На ступеньках Депортации Да у Милды Да Критиковать Латышей Не место Ему как раз Его упрекнули В том Что это запрещенный Прием Нельзя там Такие вещи делать Я пропустил Это Я иногда Пропускаю Потому что Не все Ну такие Ежедневные Новости Я не всегда Все укладываю В голове Ну в принципе Это вся новость Вот я вам ее По сути дела Рассказала Я по заголовкам Видел Но я Ну не могу Не могу Участвовать В этой Откуда вы Такой принципиальный Или как это Или запрещенный Если мы Ну немножко повернем Да у нас личное утро Да Вот Как вы выбрали Путь журналиста Или путь вас выбрал Путь выбрал Путь выбрал Путь выбрал Да Я после школы После окончания школы Я хотел Ну я там мотался Ну не знал Чего я хочу Я одно время Хотел стать Учитель Потом как-то я понял Я даже полгода Проучился На это РПИВа Которого сейчас уже нет На педагоге Экономики Вы молодой Да Вам чуть-чуть За сорок Я молодой Да Ну да Я по жизни Я в школе тоже Я с одной стороны Такой Который любит Математику Физику И так далее Я такой Эксакт С другой стороны Мне вот эта Литература Тоже нравится Журналистом Я никогда не мечтал В детстве стать Но я мечтал стать Иседоватим Там Показывая всякие Интересные фильмы Знатоки И так далее Ну как-то мне Это все нравилось Решать Ну там Решать всякие Какие-то психологические Там узлы Ну вот И мне как-то Все это нравилось Учить им не стал Я понял Что мне Наверное Бы не нравилось Что Ну одно и то же Надо повторять Там тысячу раз Ну вот Да Потом я одно Время Думал стать Психологом Я тоже там Учился Биологию Хотел Поступать Там был экзамен По биологии Ну вот такой Тест Я даже там Очень там Усердно работал Учился Ну вроде Тоже Но Я там Опоздал Один экзамен Я французский Там был Я учился В французском Ице Я прихожу У меня было Боиотичное Вот показать И после первого Экзамена После этого теста Я потом прихожу А французский Экзамен Пропустил Ну и там По баллам Не получалось И потом Я уже Вот как-то Один год Опять Через год Хотел поступать И там Мы с каким-то Помню Одноклассником Решили Сначала Что надо Какой-то Журнал Про музыку И как-то Вот И потом Я уже Сам издат Да Журнал У нас Возникла Такая идея Что давай Сделаем Журнал Про музыку Да И там Получилось так Что была Какая-то Выставка Вот СМИ И тогда И там Книги И там Мы Наши Издатели Которые Нас Спонсировали Мы даже Издаем Третье ухо Назывался Этот журнал Я был Главным Редактором Сразу Да Что он Также журналистом Корректором Нет Нет Там у нас Все было Свеч там Да У нас там И Ну один номер Ну как всегда Иногда Да И потом Я уже Мне как-то Понравилась Эта журналистика И я Поступил Вот уже На следующий год На журналист Ну это Журфак Ну соцфак Да И И Филфак Филфак В то время Было И Я уже Как Ну поступал Как главный Редактор Да Да И потом Как-то Вот Мне нравится Я Почему я думаю Вот вы спрашиваете Почему что там Что там Почему запрещенный Вот что-то Мне нравится Да Я Я думаю Что я Очень Во-первых Я профессионал Как журналист Так что я С одной стороны Могу сказать Что я Борю За За лучшие Общества Ну опять Слово лучшее Но это Ну да Слово Но за общество Да С другой стороны У меня Скажем так Одно хорошее качество Я Вижу Я журналист Ну не только Ну как фотограф Ну я не фотограф Но я Вижу какие-то У меня Чутье Нет Это не чутье Это схематический ум Я вижу Ну как Как все работает Как строится Займоношение В обществе Между людьми Между политиками Между Между чем угодно Да Да И я Ну Это мне помогает Может иногда Увидеть то Что Не видят другие Ну так Пространство Ну такой большой И мне В этом есть Математика С одной стороны Как работает общество Что как И И мне хочется Показать Это другим И иногда Вот Чтобы показать Как работает Вот эти Цитаты Интервью Вот такой стиль К которому Мы привыкли Иногда не работает Да Иногда Вот надо После Надо Ну Есть Глубже Другими методами Ну да Но это же Замочная скважина Вот для Для многих Да такая Просто Модернизированная Да То есть Где-то в примитивном виде Это может быть Просто подглядывание И подсматривание Да Потому что люди Там Очень редко Когда говорят Правду Ну так Ибо И там уровни Очень разные Почему они Не говорят Правду Да Ну у нас же Есть право Врать Да Да Ну какому Обществу вам Интереснее жить Когда вот Искусственный интеллект Тогда разовьется До такой степени Что Прокуророй Будет искусственный интеллект Следователи Искусственный интеллект Это вопрос Это вопрос Это вопрос Развини Куда мы развиваемся Да В нас будут чипы И вы Математически просчитаете Чтобы ни с этим Ни с этим И ни с этим Не встретиться Не ну Ну да Не насчет Враня Я в этом случае Не думаю Ну такая Что Врут Потому что Что-то скрывает И что-то скрывает Плохой Да Есть Чтобы быть красивым Да То же самое Чтобы выглядеть лучше Чтобы Вот если там Про Каких-то учреждений Чтобы Наша школа Выглядела лучше Чтобы И журналистам Иногда очень трудно Ну Там понять Что и как там происходит Да Ибо Какие Ну у нас сейчас Насчет С врачами С инфектологами Ну Скажем так Конфликт Конфликт Цены На На эти Прививки Лекарства Не-не-не У нас Очень много Людей Сейчас Насчет Есть такая Боесть Лайма Да И как Мы Узнали И у нас Есть очень много Рассказов Что в Латвии И не только В Латвии Но и в Европе В Евросоюзе Такой Классический Инфектологи Очень Часто Обращают На это Внимание Ну На эти Анализы И так далее Потому что А есть Ну такая Всемирная Организация Более Такая Американская Которые Уже Более Ну знают Скажем так Более спокойно Они Более Ну Скажем так Развитые Ну Знают Что и как Оказалось Что вот Недавно Европарламент Тоже Было На прошлом Году Что Ну такой Призыв Всем Что надо На это Начинать Обратить Внимание Потому что Вот Кейщи Да Эрцис Да Клещи Клещи Энцефалитные Клещи Да У нас Очень много И в Латвии Много Да И Но Ну что Мы не очень Ну скажем так Можем оценить Насколько Они Плохие Так лайма Это Это преувеличено Или Просто от лайма Прививок нет И никто не обращает Внимание Все Фокусируются На энцефалите А энцефалит 1-2% А лайма Гораздо чаще Да Он страшнее Протекает Да Да И там у нас Ну вот мы Это Показай Все Без Между прочим Запрещенных Приемов Мы Бираем интервью Скажем Есть люди Которые Тут Чувствуя себя Очень Плохо Никто не помогал Они Поехали в Польшу Да И там есть уже Относительно Такие специалисты Которые Это Ну Продвинутые Можно сказать Хотя Вот Насчет Этой Продвинутости Есть Вот Есть И этот Конфликт Потому что Наши Инфектологи Считали Что они Все Все Знают Все Знают Все Правильно Мы И мы Там Вот Что Я бы Сказал Что Это Тоже Я Бо Не Сказал Что Они Врут Что Они Все Могут Да Но Я Бо Посомневался И Я Понимаю Если Они Трудно Признать Какие Ошибки Трудно Признать То Что Я Не Знаю Особенно Таким Крутым Людям Как Врачам Да Которые Учись Учись Понимают Боги У нас Трудно Признать Какие Вот Извините Это Я Не Знал Я Буду Учиться Так Что Ну Вот Насчет Этого Я Не Говорю Про Такие Пойди Лужи Да У нас В гостях Глава Службы Новостей Латвийского Телевидения Пишут Вам Ватсап Кстати Пишите 2306191 Верит Ли господин Бойер В социалистические Мифы О социальной Справедливости И всеобщем Равенстве Нет А вы В каких Когда Да Я Не верю Потому что Между людьми Всегда Будет Конкуренция Всегда Кто-то Будет Синий И С деньгами И с умом И Если так Скажем так Макс Лиг И Искусственно Вот это Вот их всех Держать Но чтобы Было такое Искусственное Равенство Тогда Не получится Я Бой Верю Такому Шведскому Мадею Что ты можешь Какие-то Ну Пусть все Конкурируют Пусть все Происходит Но вот это Парделы Ну Средства Чтобы Что-то Распределение Да Я Не Не Обожаю Мадеи Что у нас Там Получается Сколько У нас Там Миллиардеров Не Миллиардеров Мол Ты Миллиардеров Которые Например 7 8 10 Которые Получается Что они По деньгам Уже Половину Всех денег Держат Я Не Сторонник Такого Уровня Капитализма Да Но я Не сторонник Конечно То Что Все Уже Мы Должны Все Быть Равны Потому Что Мы Все Не Равны А Как вы Относитесь К этому Неравенству Фиолетовые Паспорта Граждане Неграждане Это Помогает Конкуренции Не Не Но Я не знаю Я Иногда Думаю Ну Что-то Сейчас Уже Не думаю Но Я Не Я Иногда Задумался Если Я Был Был Поэтиком Вот В 90-е Года Ну Вот В начале 90-х Когда Все Это Все Присходило Когда Мой Там Латыши Бояй Что Если Всем Дадут Гражданцы Что Как Там Пореголосуют И так Дальше С одной Стороны Понятно С другой Стороны Я И Именно По Запрещенному Приемы И всякими Экспериментами Которые Мы Проводили И Вообще Я Чувствую Что Ну Это Такой Блак На И Ну Как Это Наше Общество Что Вот Это Все Время Как Чувствуется Чувствуется Да И Где То Там Ну В Какой То Момент Мне Кажется Надо Было Действовать По Другому Сам Сам Этот Само Начало Было Не Очень Хорошим Может Но Я И Понимаю Может Почему Оно Было Не Очень Хорошим Как-то Там Надо Было Действовать По Другому Ну Да Так Что Да Сейчас Прервемся Но Я Конечно Не Могу Сказать Что Да Что Это Все Хорошо Нет Нет Честно У нас Новости Небольшой Новости Реклам Мы Продолжаем У нас Гунтез Бойерс Редактор Журналист Математик И Физик Философ Да Запрещенный прием Это такие Ну Как бы Два Главных Слова Которые Сейчас Все знают Гунтез Бойерса По этим Словам Тоже В том числе Наверное Простой Потребитель Да Радиослушателям Разрешим Позвонить 6 7 212 93 9 И 6 7 213 93 9 Ватсап Наталья Зачитаю 2060 06191 Звоните Пишите 90-е годы Хорошо Их помните Что думали Тогда Что Что Хотели Ну Не очень Не очень Помню Но у меня Все же было Сколько 14-15 Я 17-18 То есть Как раз Ну Конечно Я Помню Я еще был Подростком Так что Я помню Как Что-то там Менялось Но я Не все Соображал И С одной Стороны Я был Слишком Молод Чтобы Заниматься В то время Все Занимались Бизнесом Начали Польша Челноки С одной Стороны Можно сказать Я рад Что Был Молодым Еще Потому Что Мы знаем Как Заканчиваются Иногда Такие Бизнесы Да И по Ячистке Я тоже Я помню Я был Ну У меня Был Такой Хоббит Фотографировать Я Там Кружок У меня был Но Не у меня Я ходил Кружок Я Ну Фоткал Вот Все Это Баррикады Но Но Как Но я Не осознал Что происходит Фотографировали Баррикады Да На черно-белой Вот Смена Нет Фотопрад Смена У меня Была Но Не ночью Днем ходили Как родители К этому Не у меня Все там Я помню Ну да Не я И ночью И там Ну Родители Тоже там Были На баррикадах Подростки Так Боятся Они же Не осознают Они не боятся Но как бы Ночью Сложно выйти Наверное С чего не надо Там Были такие Помню Такие Страшные Моменты Когда Приезжал Через мост Это Брасе Помню Возвращался Я раньше Жил В Межепарксе Я там Поехал К другу И потом Вечером Была Какая-то Ситуация А я Жил В Зепне Уже В то Время Я Я Возвращался Домой Ехал Через мост Брасе И там Были Две машины Тракторы Какие Да И они Кто-то Поджег И я Приезжал Через Такие Ворота Горящие Да Вот тогда Не очень Ну на трамвай На трамвай На трамвай На трамвай Ну так что Вот это Я помню ситуацию А так что Я там Ну не знаю Ну я читала Что в середине Девяностых У вас был Черный Мерседес Ой БМВ А это Это уже Было позже В середине Девяностых Ну это тоже Девяностые Это такой разгул Ну это БМВ Был у моего Друга А я был Редактором В этой машине Я за рулем Сидел Не И да И мы там Катаюсь На нем Да Ну я Я бы сказал Что Да Но это уже Было позже Но это Я бизнесом Сам не занимался Ну то есть У вас Как бы Есть диагноз Да БМВ Нет Нету Вы понимаете Этих людей Которые Вот ездят На БМВ Ну это уже Тоже Мне кажется В веки времена Начинает В веки времена Начинает меняться Потому что Диагноз Это поставим В Советском Союзе Мне кажется Все же Потому что В Германии Там Другой Совсем другой Диагноз У людей Которые Видят БМВ Там Каждый Второй Ну так Патриоты Получается У нас Диагноз Сейчас Тесла Ну ладно Я сейчас Езжу На Мазде Так что А семья Родители Гонтес А время Звонок Да По двум линиям Звонки Наушники Любые Да Пожалуйста Здравствуйте Слушаем вас Добрый день Александр Да Пожалуйста Вопрос к вашему гостю Говорят Скажи что ты ешь Я скажу Что ты за человек Я например Считаю Что вы читаете Я могу сказать О вас все Скажите пожалуйста Какие книги Исторические Так что По социологии По политологии Каких авторов Вы читаете Довольно странное Рассуждение у вас Про социализм Совершенно Так что Это расплывчатые И непонятные То что По поводу равенства Вы говорите Но это любому понятно Что равенства Не должно быть Но главный принцип Это по труду Главный принцип Капитализма Это прибыль Главный признак Социализма Это производство Для нас Главное Что Благополучие Общества Об этом Вы совершенно Ничего не говорите Нет Почему Я вступлю за нашего гостя Спасибо большое Ну С самого начала Заступится за себя Именно интересы общества Он в общем-то И преследует Когда делает свою работу Ну да Про литературу Это интересно В данный момент Не читаю ничего Я сейчас Уже Я Если То что я Потребляю В данный Ну скажем так Последний год Тогда Это театр Я Я Пересмотрел Все фильмы Хорошие Которые Сейчас И Золотой Орел Все пересмотрел Которые были Выдвинуты И Оскарса Мне вот В данный момент Это интересно Золотой Орел Российская Мне интересна Кинематография Потому что Я сам Современная Интересная Современная Я сам Вот Не упомянуй Я В прошлом году Мой фильм Мужчина И Георгины Получил Еще Это Лейлайс Кристопс Да Дебютный Дебютный Мне это В данный момент Это очень интересно Насчет Кинематографии Другое Что у меня Сейчас интересно Вот Да Искусственный Интеллект Как это Все будет Развиваться У меня Есть идея Насчет Нового Документального Фильма Именно Ну По этой части Да Мы сейчас Запрещенный Прием Мы Тоже Работаем В эту сторону Скажем так Мы Очень хотим Показать Юдям Я думаю Что это будет В осень Уже В этом полугодии Не успеем Так Чтобы Юдь Поняли Как например Происходит Программирование Я сам Между прочим Бейк новости Не 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 Это уже Старая тема Я бы Старая тема Не Я бы Я бы Хотел Ну так Все Латвии Чуть-чуть Научить Как Программировать Ну как Вообще Это происходит Чтобы понять Это Искусственный Интеллект Как он Работает Да Он Не очень Не сложный Да Я сам Между прочим Я В прошлом году Осенью Ходил На курсы Программирования Учился Программировать На языке Java Так что Я Вот это тоже Зачем? Да Чтобы все понять Ну Не все понять А время откуда? Время Оттуда Ну а Это Время Всегда Приоритет И так далее Да Это приоритет Время у нас есть Ну а вот этот фильм Верет Если он дал Есть О котором вы сказали Дебютный Да Он дебютный И он все Или дальше будет Это у вас как бы Дальше интерес Тоже снимать И есть ли какие-то Есть Но поэтому Я рассказываю Что Ну Это интересно То есть вы будете Дальше снимать Тоже кино Я Ну если получится По времени По времени Приоритеты Не ну конечно Дебютный Всегда С одной стороны У вас же вышел Номер один Журнал И все Поэтому Да Еще одна книга вышла И одна книга Да Но В журналистике Я уже 20 лет Так что Одно Может быть вы все По одному Так будете выпускать Не знаю Не хотелось бы Но да Так Ну у нас еще звонки Гундерс Бойерс У нас Про социализм Не смогут там спорить Все Нет Социализм уже все Пожалуйста Здравствуйте Добрый день Добрый день Большое спасибо Гундерсу За его передачи Вот например Он очень мне помог Когда делал передачу Как трудно создать У нас бизнес свой Открыть Он в Юрмале Там Эксперимент ставил И заодно Раскрыл Одного Так сказать Оборотня в погонах Из полиции Питча Такого Мне не удавалось Довольно таки Долго Его раскрыть Его начальник Покрывал А благодаря Гундерсу Значит Вот удалось Спасибо большое Это про кафе Да Была Очень такой Приз Иногда Вот есть такие Которые Вот это Самая Вот это Моя награда Скажем так Это моя главная Награда Потому что Да Иногда Мы делаем Передачи Не всегда Мы чувствуем Мы можем Измерить Какой-то Результат Например Ну сколько Сейчас В налогах Платит Токио Сити Это мы Можем иногда В цифрах Что-то там Высказать Какие-то Наши результаты Но вот Какие-то Косвенные Да Ну такие Мы не всегда знаем И это очень приятно Вот слышать Что кому-то Мы помогли Которые Кто-то задумался Насчет Мы очень Много делаем Передач Насчет Как правильно Кушать Как И тогда И Это А риски Какие риски Помогли А кому-то Может Жизнь сломали Вот эти риски Вы Насчет Еды Нет Еды Ну например Там не знаю Насчет Расследования Насчет Русских школ Да Вот когда Там начались проверки Потом И потом не вылезали оттуда И по-моему до сих пор не вылезают Да То есть вы же могли Допустим Вот Инициировать Таким образом Что Учителя Там Уволились Да Потеряли зарплату Там Какие-то вещи Зарплату Мне кажется Нет Но Если они уволились То есть они Вынуждены были Допустим Или там Их оштрафовали Ну да Ну да Ну вот Всем Мы Добрей Не можем быть Потому что Есть какие-то Ну скажем так Моя журналистическая работа О этом суть Показать Общество Да И мы не только И мы У нас есть даже слоган Ну Есть Вот это заголовок Когда идет передача Я уже сам не помню Но там чтобы Да Мы делаем это Ну Запрещенные Какие-то вот эти приемы Чтобы Раскрыть Законы Ну какие-то там Пробелы в законах Чтобы показать Общество Извините Иначе Ну извините И по-другому Как-то не получается Да Я бы сказал Да Этот слоган Очень Правдив Потому что Да Мы Моя работа И не всегда Хорошая Ну Журналисты Аналитические Такие Они не всегда Ну скажем так Кажется Ну не всегда Хорошие Не всегда Добрые Но это уже Другие передачи Получаются Да Ну Ну да Гунтис Бойер Студия Еще звонок Примем Пожалуйста Лес Рубер Ширки Да Здравствуйте Родиноприемник Выключите И говорите Здравствуйте Да Здравствуйте Уважаемый гость Вот представим Фантазию Просыпается Мироздание И видеть Что на земле Ищет животное Осталось Человечество Второй вариант Просыпается Видеть Исчезло Человечество Остался Животный мир Вот как Вы расценились Что бы получилось Тогда и тогда Спасибо Вот так Я не очень Расслышал Ну Один вариант Когда Исчезнут Животные Второй вариант Значит Исчезнут Люди Просыпаетесь Да Вы просыпаетесь И обнаруживаете И что Вот и что И что Какой Вариант Я бы выбрал Как вы видите Эту ситуацию Когда И вот вы Тогда получается Что если вы Просыпаетесь Вы один человек Люди же тоже Животные Да Гонтес Вот Ну Сколько Времени Может быть Вы В своих В своей работе В своей В своих Программах В новостях И думаете Либо об этом Посвящаете Русскоязычной Латвии Интересует ли Это Есть ли это В вашей повестке Насколько Это есть Да В данный момент Нет Ну Во-первых У нас Есть Смотреть По новостям У нас Есть Теть Которые Этим Занимаются Ну Сидят Рядом Неподалек От меня Так что И есть Передачи Которые Этим Занимаются У меня Есть Наверное Какая То Я Ну Скажем Так В данный Момент Я Таких Глубоких Ну Еще Не Считая Вот Это Все Начало 90-х Как Это Все Развивалось Есть Какие-то Блакность Которые До сих пор Есть Так В целом Я Сейчас Таких Проблем Между Ну Есть Проблема У нас Общая Да В развитии Экономики Вот Как Мир Меняется Вот Это Когда Вот Этот Искусственный Интелект Отнимет Вашу Нашу Мою Работу Да Это У нас Все Общее Так Ну Что-то Там Именно Русскоязычное Но Вы не видите Что Есть Две Части Конечно Вижу Конечно Вижу Да Но Есть Разные Две Части Есть Те Которые Едят Мясо Есть Те Которые Не Едят Мясо Есть И Так Я Я Я А А вы Не Хотите Проверить Это Меняется Это Или Нет Я Чувствую Это Все Потому Что Я Чувствую Что Есть Конечно Вот Это Я Журналист Я знаю Я довольно много Общаюсь Русскоязычными Людьми Я знаю Какие Интересы Я знаю Скажем Так В чем Отличие Музыка Да Как Слушается Например Недавно Недавно Был Есть Какие Например Недавно Был На концерте Лайм Вайкла Да Есть Например Я Я знаю Есть Как Концерт Прошел Не Очень Понравился Мне Не Очень Насчет Концерта Между Против Мне Нравится Больше Как Лайм Поет На Русском Ни Жен На Латышка Но Как Интереснее Какая Она Становится Живучая Более Моцинарная Ну И Вы Смотрели Как Воспринимают Да Не Я Знал Что На Этот Концерт Пойдут И Русские Латыши Да И Не Очень Много У нас Таких Ну Скажем Так Пауз Бусулась Ну Но Есть И Потом Есть Такие Которые Знают Про Тов Русские Латыши Да Я Я знаю Например По своему Запрещенному Приему Что я Если я Поеду Ну Какой-то В городок В Латвии В Риге Боимене Люди Такие Все Не Не Показывают Свои Эмоции Все Город Все Большой Они Не Подходят Ко Мне Да Ну Они Узнают Не Показывают Это Так Всегда Если Поехать В провинцию Такие Ну Майки Места Тогда Люди Узнают Они Это Показывают Что они Узнают Кто-то Там Высказывается Ну Я знаю Что я Вот Это То же Самое Я В такой В районе Где Бои Русскоязычные Я знаю Что я Там Могу Поспокойнее Потому Что там Меня Люди Не Узнают Как Вы Думаете Вот Эта Идея ЛТВ Сделать Одним Полностью И Русское Обещание Закрыть И Делать Титры На Русском Языке Не Знаю Не Думал Я Мне С одной Страной Вот Это То Что Сейчас Делает Алтайский Тивиди Не Очень Нравится Потому Что Я У У У У У У У У Смотрит Е Ну Не Той Русский Первый Балтийский Канал Российский Слушает То И То И То И Мы Как То Не Пересекаемся Я Знаю Да Но Я Не Знаю Я Не Думал Так Очень Аналитически Как Можно Вот Потому Что У Нас Разные Герои Да Чтобы Смотрели Скажем Так Латвийский Тивиди Русскоязычный Там Надо Было Нам Приглашать Аллу Пугачев Ну Другие Герои Совсем Да Ибо То Не Местные Ну Я Б Сказал Чтобы И Чтобы Потому Что Очень Ну Такой Информационный Потребление Отдает Россия Без Вариантов Там Есть Большие Я Ну Вот Этот Шов Все Ну Очень Много Людей Живут На Этом Шове Давай Поженимся Давай Поженимся Да Ладно Да Тебя не Интересует Эта Тема Меня Нет Между Прочем Это Иногда Тоже Две Части Да Есть Общество Есть Общество Которое Смотрит Давай Поженимся Есть Которое Не смотрит Даже Не Знает Что Это Я Не Могу Когда Все Кричат Ну Шоу Аббалы Смотрели Все Да Но Чтобы Сделать Во-первых Шоу На Латвийской Тевидении Вот Такое Шоу Давай Поженимся Очень Большие Деньги Нужны Во-первых Там Аудитория Отличается Ну То есть Вы считаете Что Русского Вещания Не Надо То есть Это Общество Отдать России Раз Они Не Смотрят Нет Я Это Не Сказал Я Сказал Что Я Думаю Что Сейчас Это Работает Не Работает Ну Как То Мы Вот Это Не Достигаем Эту Аудиторию Да Другой Вариант Б Я Сейчас В данный Момент Не Могу Ответить Что Как Надо Да Никто Не Может Никто Не Думает Просто Как Мне Нравилось Мы Как То Не Привык Мне Нас Мне Кажется Иногда Вот Это Беденгвайный Вариант Мне Нравится Мне Как То Если Может Это Не Первый Канал Может Это Второй Как Мамыкин С Лепниксом Тогда В принципе Да Но Когда Я Например Вот Я Тоже Тут Говорю Забывая Какие-то Слова Я Говорю На Латыш Я На 95% Уверен Что Меня Тоже Ну Я Бо Не Сказал Что Все Нюансы Поня Но В принципе Поня Язычная Проблема В том Что Я Думаю Что Все Русские Язычные Понимают Латышкий Язык Кто Лучше Кто Меньше Но Все Но Проблема Такая Что Никто Не Говорит Ну Как Никто Ну Такой Ну Просто Одни Лучше Другие Хуже Говорят Многие Стесняются И так Дальше Это У Латышей Сейчас За 40 Та же Проблема С английским Да Мы Все Вроде Уже Понимаем Но Мы Как-то Не Привык Общаться На английском Среды Нет Среды И Тоже Вот Если Среда Русскоязычная Я Как Как Мне Общаться На латышком Да Как Мне Вот Это Ну Это Языковое У нас Живет Две Среды Получается И вот Нет Мы Где-то Да Мы Где-то Пересекаемся На концертах Лаймы Чуть-чуть Там Условно Да А в основном Глубже Мы не заходим На спорте Мы не заходим Ну Хоккей Да Насчет СМИ Я бы Говорил Что у нас Вот Если так Смотрите У нас Очень большой Конкурент У Латвии Вот Россия По Передачам И даже Не конкурент Там Без Вариантов Да Мы Ну Какие шоу Строятся В России Да Ну И даже Многие Латыши Выбирают Ну И Ну Какие Там Перепоскейские Голосы У нас Время Время Закончилось К сожалению Мы просто Вот Это общество Которое Ну Нужно Латвии Если У него Не будет Русского Вещания Своего То оно Тогда Ну как Она Раз И Ну и Будет Полностью Подключена К другому Я понимаю Потому Я бы Сказал Что надо Искать Вариант Я думаю Что Какие-то Варианты Есть Прием Я Очень Мне бы Очень Хотел Чтобы Русскоязычные Люди В Латвии Смотрели Запрещенный Прием Потому Что Мне кажется Что Это Очень Ценная Передача Тоже Для них Я В данный Момент Не рекламирую Но Я знаю Что Из-за Этого Что У нас Есть Такое Общество Многие Не смотрят Спасибо Быстро Пролетело Время Глава Службы Новостей Латвийского Телевидения Автор Запрещенного Приема Был у нас В студии В программе Личное Утро